Добрый вечер, дорогие друзья, добрый вечер, Савик, и доброй пятницы всем. Да, я надеюсь, доброй пятницы всем. Я очень надеюсь. Добрый вечер, Леся. Савик, ну что, вы сначала расскажите нам, пожалуйста, по какой такой уважительной причине вы пропустили прошлую пятницу, общение с нашими зрителями в прошлую пятницу, потому что очень многие писали с вопросом, а где же Савик, почему его нет? Ну, причина, конечно, очень уважительная, вы поймете, я это объясню, хотя мы с Леся не могли это объяснить всем нашим зрителям одновременно, потому что это было бы очень сложно, но дело в том, что как раз в тот момент, когда мы должны были выходить в эфир, в общем, был кульминационный момент для меня в процессе свадьбы моего сына, то есть я выводил чего-то на публику. Сначала моя дочь вывела как бы жениха, потом вторым был, ровно в тот момент, когда мы должны были выходить в эфир, вторым выходил я с матерью супруги будущей, и, в общем, ну, и вот поэтому я не смог. Это была, свадьба была просто в Тоскане, в самом сердце Кианти, и, во-первых, там и связь была не ахти, и, в общем, было очень сложно, ну, и как-то прервать церемонию, конечно же, я не мог. Можно было онлайн включиться прямо оттуда, сделать такой небольшой репортаж. Да, нет, у меня была эта идея, но я просто подумал, ну, как-то вот, я не знаю, в Украине война, разрушение, люди страдают, и тут я появляюсь, я, знаете, я был первый раз в моей жизни с бабочки, вот, бабочки, да, в смокинге, ну, как-то вот, не знаю, у меня нет, ну, руки не повернулись, вот как-то, понимаешь, я решил, что лучше не надо. Ну, это важно, когда такие события в жизни происходят, и это как раз говорит о том, что, несмотря ни на что, жизнь продолжается. Вы довольны вашей невесткой? Я доволен, я ее знаю уже, как бы, не первый месяц, она очень такая серьезная девочка, девочка-женщина, с северной Италии, она адвокат, ну, в общем, ну, это не имеет значения, адвокат, не адвокат, но она очень такая, ну, как сказать, такая, ну, деловая, да, но такая, ну, такая приятная, очень-очень приятная, скромная, без всяких этих выпендрежей, ну, такая, ну, хорошая, очень хорошая. Завершая, Савик, тему и переходя, друзья, конечно же, к обсуждению важнейших событий, которые произошли на этой неделе, еще произойдут, я хочу, Савик, у вас спросить, вот ваше пожелание вашему сыну в его уже начавшейся семейной жизни, что самое главное для того, чтобы семейная жизнь была счастлива? В наши времена, вы знаете, в наши времена это очень сложно сформулировать, вот, конечно, я бы желал, чтобы их дети, мои внуки, да, жили в мире, где мы не обсуждаем каждый день угрозу какой-то ядерного конфликта, в общем, исчезновения планеты и человечества как такового. Я вот пожелал бы, чтобы мир как-то, ну, успокоился и, наконец, стал понимать, сколько угроз вокруг и насколько жизнь, она вот, даже этот стресс, он даже подсознательный. Он, несмотря на то, что, там, скажем, Италия далеко, казалось бы, да, от того, что происходит в Украине, но вот я понимаю, я моему сыну, и я, что это, в принципе, совсем недалеко, это рядом. Стефана и как зовут жену? Мара. Стефана и Мара, да. Да. Им желаем. Второе ее имя, Наташа, она сама не понимает, откуда и почему, но, видимо, вот когда она родилась в то время, Кумпартия Италии была очень, это я от себя говорю, я не знаю, я говорю, у нее вот она Мара, Наташа, но мы ее все называем Марой, я только во время церемонии узнал, что у нее есть второе имя, и это я не знаю, что так. Нет. Она, да, ну, вот Мара, Наташа. Хорошо. Савик, приступим. Приступим. Друзья, да, обсуждаем, обсуждаем самые важные, самые резонансные события, которые произошли, заявления, и как они будут влиять на нашу жизнь. Савик, с традиционного вопроса начну. Что самое-самое такое важное, запоминающееся было на этой неделе по-вашему? Ну, знаете, наверное, кроме всего того, что происходило в Украине и вокруг Украины, конечно, наверное, все же президентские дебаты в Соединенных Штатах. Они, мы сами понимаем, насколько они важны, потому что после дебатов Трампа с Байденом, Байден перестал быть кандидатом, а это были первые дебаты Трамп-Харрис, да, поэтому, и так как мы понимаем, что от выборов в Соединенных Штатах очень многое, что зависит, ну, я думаю, что это было важное событие, очень важное. Да, естественно, новость о том, что все же иранские баллистические ракеты, вероятно, я говорю вероятно, потому что пока никаких подтверждений нет, но мы понимаем, что там, если читаем между строк, там, скажем так, то, что между строк того же Блинкина выступлений, то мы понимаем, что эти ракеты, наверное, все же дошли до адресата, хотя адресат опровергает, и отправитель как бы тоже опровергает, но это, знаете, опровергение ничего не значит, но, конечно же, то есть эти баллистические ракеты, если они реально будут использованы, это будет сразу видно, и поэтому, ну, американцы, американцы как бы чувствуют, что да, или знают, что да. Ну, судя, я слушала Блинкина, судя по тому, что он говорит, это уже не вызывает даже сомнений, то есть он уверен об этом. Да, у них это не вызывает сомнений. Я говорю, вот исходя из опыта 21-го года, когда они уже в октябре месяце начали говорить о том, что Путин готовит вторжение, и вторжение будет, да, и война станет уже большой войной, это так и произошло, поэтому я всерьез воспринимаю то, что говорит и Блинкин, и глава ЦРУ, и глава там МИ-6 Англии, да, тоже была встреча между главами, беспрецедентная. Вот давайте с этого момента и начнем более подробное обсуждение. Беспрецедентная историческая встреча двух самых главных разведок, сильных разведок мира, публичное появление впервые за 77, что ли, лет, да, как эксперты подсчитали. Эти два человека, Бёрнс и Мур, вышли для того, чтобы сказать миру, что мир находится на пороге большой угрозы, подчеркнуть, что этой угрозой является Россия, и подчеркнуть в первую очередь, что этой угрозой является Китай, ну, для них, да. Скажите, пожалуйста, Савик, что это означает, вот такая их кооперация публичная, и между строк, то есть мы видели вот их заявление, мы видели само событие, а теперь объясните мне, что это событие означает на самом деле, и что это значит для России и для Путина. Ну, вы понимаете, тут получается такая ситуация, что в центре, ну, во-первых, начались разговоры о том, что есть новая ось зла. Помните, когда об этом начал говорить Буш-младший, да, вот ось зла, это Россия, Иран и Северная Корея. Иран, конечно же, играет центральную роль в этой оси зла, потому что влияет и на то, что происходит в Газии и в Ливане, а значит в Израиле, и влияет на то, что происходит на Украине, и на Украинском фронте. Значит, поэтому Иран, как бы, он вот такой центральный, как бы, ну, я пока еще не враг, хотя я думаю, что уже, но очень опасное государство. Очень опасное государство. Мы понимаем, почему. Потому что все же верховный лидер Ирана, он никоим образом не является голубем, потому что, как бы, после выборов нового президента, вот все начали говорить, что, ну, не все, я имею в виду средства массовой информации на Западе, и вообще в политических кругах начали говорить, что, может быть, Иран как-то смягчит свое отношение к тому, что происходит по меньшей мере на Ближнем Востоке, но этого, конечно, не произошло. То есть, если он даже и голубь, то этого голубя уже как-то, ну, мне кажется, задушили. А что касается верховного лидера, плюс стражей революции, которые являются, ну, в общем-то, главной опорой режима Айатул, то там, конечно, очень агрессивная, очень агрессивная позиция по отношению к Израилю, безусловно, и, конечно же, достаточно такое мягкое отношение к России, такое дружескопное. Конечно же, ничего они не делают даром, конечно же, что-то они за это получают. Получают ли они это в форме какой-то поддержки специалистами в ядерных технологиях или там что-то еще, но, конечно, они получают. На Ближнем Востоке такого не бывает, что ты даешь что-то и ничего не получаешь взамен. Да, это просто исключено совершенно. Значит, они что-то серьезное от России получают. Если бы кроме дронов они еще им доставили баллистические ракеты. Но это не великая новость. Это новость, конечно, очень тревожная. И не случайно два лидера, ну, лидера, не лидера, а просто руководители двух мощных разведок мира решили поговорить совместно, публично, это значит, что, в общем-то, времена тревожены. Вот даже сам факт их появления, вот даже не обращая внимания на содержание, не обращая внимания на то, что они сказали, но тот факт, что они появились вместе, это о многом говорит. Это, ну, сейчас за этим последует встреча президента Соединенных Штатов и премьер-министра Великобритании, но мы, вот, это такая вот такая картинка, которая напоминает встречи Черчилля с Рузвельтом, да, это и в преддверии, в начале Второй мировой войны, да, особенно после Первого и там бомбежек Лондона и так далее. Ну, эта история, все ее знают хорошо, я тут не буду входить ни в какие детали, но когда у тебя появляется перед глазами такая картинка, вот этих двух глав разведок, конечно, оно, 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 ты понимаешь, насколько серьезная ситуация сегодня вокруг всех нас, и насколько хрупкое это все наше будущее. Вот я бы так сказал. Сегодня мы ожидаем результатов разговора Байдена и Стармера, премьер-министра Великобритании, и как раз нас интересует, дадут ли они разрешение бить далекобойными ракетами по территории России, западными далекобойными ракетами. Но сейчас мы понимаем, что идут разговоры, что, может быть, дадут разрешение, но будут только британскими ракетами разрешать бить, не американскими. Тем не менее, как вы считаете, будет у нас это разрешение сегодня или нет? И если да, как это повлияет на ход войны? Ну, я, насколько я понимаю, значит, есть уже особая позиция Великобритании по отношению к Израилю, и они ограничивают абсолютно военную помощь Израилю, это Великобритания, Соединенные Штаты нет, и поэтому тут уже есть некое разногласие. А что касается разрешения Украине бить по территории России, ну, смотрите, сейчас, с моей точки зрения, у меня будет непопулярная точка зрения. Я говорю, что это не в этом дело. То есть, ну, будет бить Украина, ну, хорошо, тогда надо иначе поставить вопрос. Тогда давайте поставим вопрос, как во времена Гитлера, да, что если мы говорим, что наша стратегия нацелена на то, чтобы убрать этого человека из Кремля, да, которого мы все, включая их, того же Байдена, да, сравниваем с Гитлером, называем Путлером, я не знаю, как угодно, то тогда давайте сделаем общую стратегию, что этого человека надо убрать. Как убрали Гитлера в его бункере в Берлине, вот так надо убирать Путина в Москве, да. Но этого никто не говорит, потому что все боятся того, что у России есть ядерное оружие, и оно может быть использовано, и, несомненно, оно будет использовано, потому что, если бы у Гитлера была бы вот такая возможность массового поражения, он бы, несомненно, использовал это все. Да, мы это понимаем прекрасно. И только то, что у него такого оружия не было, вот тут открылся второй фронт, и, конечно, все пошли на Берлин. И в итоге, ну, тогда надо говорить не то, что Украина может стрелять по территории России или не может стрелять вглубь России, а давайте идем на Москву. Вот сейчас это услышат в России и скажут, что я сумасшедший. Да, я сумасшедший в этом смысле, потому что история, она мне позволяет совершать такого рода ошибок. Ошибки были совершены и в преддверии Второй мировой, и Мюнхенский, как так называемый, сговор, и Пакт Риммитра-Молотова, и все это было, и мы это все знаем, и все это происходило ну, не так уже давно. И сегодня Европа находится вот в такой же примерно ситуации, где есть совершенно непредсказуемый тиран, у которого в руках ядерная дубинка, который дружит с другим таким же тираном в Северной Корее, который на этой неделе впервые показал склады обогащенного урана, которые есть, заявил, что мы должны еще больше и больше и больше производить, потому что вдруг нам понадобится наносить превентивные удары или защищаться. Кто собирается бомбить ядерным оружием Северную Корею, никто из нас не понимает, так же, как мы не понимаем Путина, кто там собирался до его вторжения в Украину, вот уже большого вторжения, кто вообще думал о том, чтобы что-то делать нехорошего с Россией. А сейчас, вот сейчас времена изменились, и сейчас не вопрос, может Украина туда вглубь, или не может она туда, не в этом дело. Это тактические вещи, это вещи, которые, ну хорошо, Украина получит такое право, ну и что? Ну, понимаете, это ничего не даст, как и Курст ничего не даст, то есть это вообще не разговор. Разговор это серьезный, это говорит, что мы, наш союз вместе с Украиной, Украина входит в этот союз, так же, как Советский Союз входил в этот союз, несмотря на все идеологические разногласия. Мы должны убрать этого человека и этот режим, главное, этот режим, вот этот вот российский неонацизм, то есть или нацизм просто, без никакого нео, мы должны его убрать, потому что это раковая опухоль на теле Европы. И мы это все понимаем. Вот тогда я понимаю, тогда это разговор. А если они сидят и говорят, ой, давай, сейчас будем, мы дадим Украине право стрелять по России, или нет, а что, если ракета попадет в какой-то гражданский объект? Я говорю, Украина с этим живет два с половиной года, и Россия стреляет куда попало, и убивает гражданских, негражданских, кого угодно, стирает с лица земли города, вообще не обращает внимания на то, есть там люди гражданские, где, ну, я Мариуполь имею в виду, или Бахмут, или что угодно. Значит, перед нами абсолютное зло. Если мы будем вот так играться, вот играться, да, вот это мы будем играться, такой Мюнхен, мы все время играемся в Мюнхен, то, ну, что, ну, тогда, вот давайте, Лесе, вот подумаем иначе, вот повернем немножко ракурс обсуждения, что нужно Путину. Путину первое, ему нужно сплотить, как можно максимально сплотить свой народ. Значит, любой удар, любой поход в какой-нибудь Курск или куда-нибудь еще, это есть один из факторов сплочения народа для Путина. Так что ему это во благо. Значит, второе, ему нужен кризис в Украине. Ему нужен настоящий правительственный кризис, если еще будет Майдан, еще лучше, да, вот ему нужна нестабильность в Украине. И все это он постепенно получает. Поэтому, как бы, нельзя играть в игру Путина, нельзя ему подыгрывать. Подыгрывать.